Здравствуйте, господа и дамы! Ну что ж, это продолжение потрясающих игрушек, казуальных, как они тогда назывались, не инти, а казуальные игры. То есть они полноценные, просто использовались для увеселения, для отдыха и не несли особо никакой смысловой нагрузки. Просто, чтобы отдохнуть, чтобы поиграть и посмотреть на то, чему учились разработчики. Это игрушка Airxonics от разработчиков Exisnake, которую мы уже видели. Вроде бы как они, если я не путаю, то это точно они, 100%. Врать не буду, да, это они. Так, ну что, потихонечку начнем. Были подобные игрушки. Начнем мы, наверное, с классики, с Изи уровней, а потом уже будем переходить далее. Здесь все то же самое, то есть жизни отображаются. Верхний левый угол. Правый верхний угол у нас время на уровень дается. Левый нижний угол, как обычно, номер уровня. И процент завершенности. Справа, нижний угол, как всегда, естественно, очки. Наша задача здесь перекрывать территорию от шариков, которые уничтожают наши бонусы. Accelerate slow, то есть замедляем врагов, что-то берем новое. Вот видите, были подобные игрушки, назывались Sexonics, просто Xonics. Где нужно было просто тоже блокировать территорию. Но сделано круто. Задумка очень потрясающая. И таких игр было огромное количество, на самом деле. То есть, если так подумать, то делали их практически все, наверное, игроделы на тот момент, на то время. Вот, если, допустим, в Xonics вы просто открывали какие-то картинки, сгенерированные самим движком, самой игрой, то здесь вы видите и врагов, и много всего интересного. Бонусы какие-то различные, дополнения, то есть заканчиваете. А в Sexonics вы открывали эротические картинки, там, с потрясающими женщинами на заднем фоне. Ну, вариаций было огромное количество, но самые запоминающиеся, естественно, для мужской стороны, для мужского, для мужского, так сказать, населения был Sexonics. И Airxonics был для всех. Так. Нам постоянно меняют, ой, мешают. Подкидывают бонусы, но бонусы уничтожают вот эти вот свистоперделки всякие. Опа, не успел. Окей, очки собираем. Так. Перекрываем все. Угу, камера еще к нам приблизилась теперь, то есть если мы берем такие вот странные бонусы, они всячески нам либо могут вредить, либо могут помогать. То есть сделано это очень классно. И похоже, эта игрушка на Cool World оформлением своим, которая была на PlayStation 1. Вообще, игра, конечно, очень запоминающаяся, но многие забывают название и не могут вспомнить. Поэтому я вот постараюсь, наверное, возродить такие вот игрушки, которые реально сейчас уже плохо помнятся многим. Но ничего, ничего. Так. Смотрите, да, теперь эти шарики, мячики, они могут блокировать все. То есть не сколько блокировать, сколько расшибать то, что мы закрываем, например. Вот это постепенно происходит, но... Ёлки-палки. Опасно. Так. Тяжело. Но интересно, интересно. Особенно, когда начинаешь заговариваться, то это происходит очень так сложно. Начинаешь нервничать. Че-че-че-че-че. Так, чек-чек-чек. Отлично. Чак-чак тебе. Так. Смотрите, что делают. А все изничтожают. Ну, вообще, да, много было таких игрушек. Ну, ничего, сейчас мы подкопим жизни. Убивалки времени, наверное, можно так выразиться, я думаю, да? Так будет, наверное, ближе к истине, что это убивалки времени, нежели что-то другое там. Отлично, завершили уровень. Ну и прекрасно. Ну и прекрасно. Переходим дальше. К четвертому уровню. Так, что еще интересного? Это, конечно, игрушка попроще, чем Экси-Снейк, но все равно она самобытна. О, спасибо. Спасибо, друзья. Вот это хорошо. Вот вы мне дали лафу. Так, слоу. Опса. Попался. Ну ничего, сердечки постоянно выпадают на изи уровнях. Так, здесь будут появляться новые враги из уровня в уровень и тоже зависит все это от сложности. Так, надеюсь, что кому-то я помогу в этом плане. Вспомнить такие вот забытые игрушки. И еще одна. Ёлки-палки. Еще одна. Игрушка на повестке есть интересная, не менее важная, не менее интересная, которую многие ищут и не могут найти. Но я нашел все это дело, и, соответственно, карты будут раскрыты. Отлично. Комплит 104% смеется, разные реплики издает. Вот этот вот наш летательный аппаратец, капсула. Let's go. Let's go. Да, 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 друг мой. Так, эти ничего сломать не могут. Ну, вроде как нет, но я что-то как-то неправильно сейчас сделал. То есть если с одной стороны где-то есть мячик, то я не смогу ничего блокировать. Ну, неплохо, неплохо. Но здесь сейчас будет много очень врагов. Вот фишечка, наверное, этого уровня. Здесь то, что сейчас будет огромное количество врагов просто. Ёлки-палки. Это что сейчас я такое сделал? Что за пируэт выписал здесь? Кстати, да, как змейке нельзя свой путь поедать. То есть мы оставляем точки и завариваем ход для врагов. Это делается вот таким образом. Ой. Ну да, напоролся, видимо, на кого-то там. Так, собираем очки. Воу. Это что сейчас такое было? Slow. Slow, slow. Эх, сердце украли. Сердце украли. Да что ж ты будешь делать? Ты одна жизнь осталась. Неужели я зафейлюсь на уровнях? Изи. Стыд и позор. Стыд и позор будет. Slow. Так, опять камера неудачна. Slow. Ауч. Что-то я поспешил. Людей насмешил, как говорится. 93%. 93%. Accelerate. Так, вот жизнь есть. Отлично. Live дал, и то хорошо. Live взял, то есть... Так, время еще есть. А когда время заканчивается, я не знаю, что здесь происходит. Я, честно говоря, не помню. Наверное, для интереса надо будет попробовать сейчас зафейлиться, потому что я вообще не помню, что происходит, если мы профукиваем наше время. Вот, верьте, не верьте, но очень затягивающая игрушка. Вот, я не знаю, как удавалось, конечно, реализовать такие игрушки. Может быть, потому что были свежие идеи, то есть необычные такие, да? Может быть, все, секрет в этом кроется. Вот, но не знаю, не знаю. То есть это были прекрасные игры, и мы играли больше в эти игры, нежели в что-то другое. Так, давайте попробуем зафейлить время. Посмотрим, что из этого получится. Потихонечку. Так. Еще есть в запасе у меня огромное количество игр таких. Я их все нашел, я их все смог запустить с помощью виртуальных машин, различными способами, танцы с бубном, там вообще некоторые игрушки в ДОСе, это капец какой-то. Ну, вроде бы все получается. Есть, конечно, ДОС-бокс, естественно. Так. Я не буду... Да. Только хотел сказать, не буду собирать время, но буду собирать жизни, и в итоге вообще зафейлился. Так, ладно. Пособираю тогда все, что смогу. Голд. Так, золото собираем. Жизни не кидают нам вообще. Акселерейт только. Акселерейт. Так, снова приближение камеры временное. То есть, дискомфорт для наших глаз, для нашего летательного аппарата, для нашей капсулы. Так, слушайте, они начинают как-то дерзко себя вести. Я не знаю, что будет, конечно. В Эксиснейк мы знали, что нас там поедают, например, а здесь что будет? А, просто тайм из-заут, и мы просто взрываемся. Ну, понятно. То есть, ничего такого как бы специфичного нет. Что-нибудь необычного, да, такого? Так, слоу, тайм. Ничего, сейчас мы разберемся. Так. Опа. Перекрываем. О, сердечко, 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 сердечко. Мне нужно обязательно. Так. Лайф нам пригодится для прохождения других уровней, естественно. Оп, успел. Ну, давай, давай, давай. Еще есть кое-какие игрушки, похожие на эту по стилистике. Я, наверное, думаю, что... Ой, их делали на волне популярности данных игр. Блин. Хе-хе-хе-хе. Тоже классно сделано. Так. Здесь потом появляются еще другие враги. Какие-то крутящиеся колючки, по-моему, если я не путаю с Секси Снейком, потому что эти игрушки одинаково атмосферны по-своему. Так, елки-палки, тихо-тихо. Все мои сердца поедают, а? Все мои сердца поедают. Это не честно, это негуманно. Ё-моё. Хе-хе-хе. Вот такой вот экшен, вот такой вот джаз. Да, вот себе нельзя, конечно, путь перекрывать. Так, жизнь. Это хорошо, спасибо. Ну, уйдите отсюда, уйдите с этой стороны. Я же хочу здесь перекрыться. Вот так. Отлично. Ой, время кончается. Ой, время кончается. Ой, 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 колючки, кстати, еще пока медленные, но потом будут быстрее, 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 быстрее вести себя. Так, эти все ломают, эти все ломают, знай. Замедления вообще нет никакого, но я сейчас продую. С таким успехом. Е-е-е-е, время же выпало, ну, ну, Васька. Так, жизнь еще одна есть, и время у нас есть пока. И лайф, и тайм. Е-е-е-е, тихо. Не трогайте мое. Вообще, можно здесь сделать некоторые, некие комнатушки вот такие, чтобы ограничивать доступ шариков. То есть, они будут между собой там где-то слоняться, но не будут трогать ваши закрытые территории. Это можно сделать, но нужно правильно рассчитать все это. Так, вот здесь, например, вот взял, закрыл уголок. И прекрасно. Да что ты! Вот глаза начнут разбегаться. А что происходит на ультрасложных уровнях, вы себе просто не представляете. Ну, если кто играл, то, конечно, он представляет, что происходит. Ну, это классно. Так. Акселерейт. Отлично. Ну, что-то как-то мне не особо помогло мой акселерейт. Ну, да ладно. Перекрываем. 99%! Я не могу закрыть 1%. Ну, стыд, позор. О, геймкомплит. Ну, наконец-то хоть что-то до конца сделал. Да, не без боли, не без боли, не без боя. И посыпались бонусы. Геймкомплит самое главное. Ну, что ж, это была игрушка AERXONICS от EXISOFT. В 2004 году она, в 2004 году она, да, точно вышла. И стоила вроде бы тоже 15 баксов, но возможности ее купить не было, потому что мы не могли и не знали, как это все сделала оформить, поэтому нам приходилось пользоваться диза-симблерами, различными хекс-редакторами, чтобы убирать регистрацию. Да простят нас разработчики, но что делать, что делать? По-другому никак с Элеви. Вот, ну, игрушка получилась не столь эффектной, как EXISNAKE, но сама по себе очень самобытная, очень интересно реализованная и технологичная. Ну, что ж, еще много интересных игрушек, много всего самого интересного ждет нас. у нас будет на канале собираться, как изначально было задумано, огромная библиотека вот таких вот классических, интересных, забытых, можно сказать, игрушек. Это была игрушка ARXONICS. До новых встреч, хорошего настроения, пока. Так, мне еще, наверное, нужно ввести имя. Ну да, я пока в таблице герой. Посмотрим, что будет дальше. Ну все, здесь я прощаюсь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok